Телеканал КРТ представляет Лихой 2020 год продолжает проявлять свой крутой нрав. Все новые страны и регионы в мире загораются огнем политической нестабильности. Да-да, уважаемые зрители, не вам одним эти заявления кажутся пустопорожним трепом ни о чем. На самом деле так оно и есть. Тревожный сигнал для Хуаниты, ой, то есть Светланы Тихановской. Тот самый неловкий момент, когда ставка на американскую марионетку не сыграла и приходится восстанавливать контакты с всенародно избранным президентом. Так что советуем Светлане Тихановской не особо упиваться вниманием глав европейских держав. Слава самозванного главы государства скоротечна. Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире Международная панорама на КРТ и я, ее ведущий Данил Богатырев. Лихой 2020 год продолжает проявлять свой крутой нрав. Все новые страны и регионы в мире загораются огнем политической нестабильности. На этой неделе в число таких стран вошел и Кыргызстан. 4 октября в этом центрально-азиатском государстве прошли парламентские выборы. Как и прогнозировали эксперты, после них на улицах столицы разгорелись беспорядки. Не зря кыргызские власти еще за месяц до выборов запретили продажу охотничьего оружия и выдачу новых разрешений на его приобретение. Политическая обстановка в республике уже давно пребывала в раскаленном состоянии. Впрочем, это и не удивительно, учитывая не вполне адекватные действия и соответствующую риторику местных властей. Так, например, президент Кыргызстана Солоран Бай Женбеков ранее заявлял о том, что продавать или не продавать свой голос – дело каждого избирателя. Когда подобное публично произносит глава государства, протесты и попытки свержения действующей власти под предлогом требования честных выборов становятся практически неизбежными. И они произошли. В понедельник в Бишкеке на центральной площади Алла-ТОО начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии Беремдик – 24,5% голосов и Мекеним Кыргызстан – 23,8%, а также центристские Кыргызстан – 8,7% и Бутун Кыргызстан – 7,1%. Три из этих четырех партий прямо или косвенно связаны с действующим президентом Суарон Баем Жен Бековым, что и стало основанием для подозрений в фальсификациях. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях. Митингующие потребовали отменить итоги парламентских выборов, а также провести повторное голосование. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Пикантности ситуации придает тот факт, что одну из непрошедших в парламент партий под названием «Социал-демократы Кыргызстана» возглавляет Сеид Бек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который с 2019 года находился под стражей в СИЗО Госкомитета национальной безопасности по обвинению в коррупции, инициированному его ставленником и действующим президентом Суарон Баем Жен Бековым. После начала протестов Жен Беков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Позднее они направились в сторону Госкомитета национальной безопасности. Там мятежная толпа освободила экс-президента Атамбаева из СИЗО. Сотрудники правоохранительных органов отпустили его, поддавшись требованиям протестующих и не желая открывать огонь на поражение. Участники протестов также освободили экс-премьера Сапара Исакова, бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова и ряд других чиновников и политиков. Затем демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили о намерении назначить нового премьер-министра. Президент Суарон Бай Жен Беков заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти. Он подчеркнул, что отдал приказ не открывать огонь и не проливать кровь. Цитата. «Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допускать обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата». Протестующие, как пояснил глава республики, нарушили мирную жизнь горожан, не повиновались правоохранителям, избили медиков и повредили здания. Как заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева, с учетом сложившейся ситуации, глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов. Правительство Кыргызстана призвало всех участников политического процесса к мирному урегулированию ситуации в стране. Власти также отметили, что работают в особом режиме. Провозглашенный оппозицией мэром Бишкека Жоушбек Каен-Алиев заявил, что все сотрудники мэрии продолжают работать, как и прежде. По состоянию на 8 октября вопрос правового оформления государственного переворота в Кыргызстане повис в воздухе. В ночь с 7 на 8 число депутаты парламента провели заседание в неком секретном месте. Однако, несмотря на отсутствие толпы с журналистов и агрессивно настроенных граждан, договориться им так и не удалось. Например, новоизбранный Торага Мыктаубек Абделдаев отказался подписать документ, касающийся импичмента президенту Суаранбаю Женбекову. Депутаты также пожаловались, что в их адрес поступают угрозы. Вопрос с новым премьером тоже, по всей видимости, не решен. Тем не менее, нам представляется, что смена власти в Кыргызстане вопрос решенный. Свидетельствует об этом и то, что занявший кресло главы МВД КР после событий 6 октября Курсан Асанов заявил, что готов работать с любым премьер-министром при условии, что его имя будет открыто озвучено спикером парламента. Вопрос дожима парламента и спикера уличными толпами теперь сугубо технический. Разбираться в хитросплетениях политической обстановки в Кыргызстане будем с политическим аналитиком Русланом Безяевым. Здравствуйте, Руслан. Добрый день, Даниил. Добрый день, уважаемые зрители. Каковы ваши впечатления от происходящего в Бишкеке и, собственно, проекцию каких внешнеполитических, возможно, экономических или внутриполитических процессов мы там видим? Что это в первую очередь? Борьба кланов, борьба внешнеэкономических ориентаций или же что-то иное? На мой субъективный взгляд, первична борьба кланов, а уже как бы вторична внешнеполитические факторы. Потому что, судя по тому, кого там сейчас грабят, а грабят там сейчас всех, и предприятия с российскими инвестициями, предприятия с китайскими инвестициями, и предприятия с западными инвестициями, то есть речь не идет о классической цветной революции по шарповской методичке, когда первично надо соблюсти как бы два параметра. Параметр лозунгов должен был какой-то простой лозунг о смене геополитической ориентации, и должно быть, скажем так, понятие и принятие большей части общества этих революционных изменений. Как мы видим, в Кыргызстане все совсем не так. То есть там непонятно, кто сейчас революционеры, а кто контрреволюционеры, Данил. Такие с классической терминологией мы возьмем. Собственно, там они тасуются уже около 15 лет в таком формате. И, насколько мне известно, даже когда ставили якобы прозападного Бакиева, когда была вот эта вот революция, то его политтехнологи, я просто вот с некоторыми знаком, говорили о том, что Бакиева нужно было пиарить в народных массах как самого пророссийского кандидата. И для этого его рекламу пускали бегущей строкой в то время по телевизору, когда в новостях шло выступление Путина. Вот такая технология была даже. Это очень сильно мне напоминает вот наши местные выборы, нашу местную специфику, когда вообще мировой общегосударственный тренд, политически он является вторичным, а первичным является вопрос собственности и распределения доступа к бюджету. Собственно, вокруг вопроса собственности, вокруг вопроса доступа и распределения к бюджету, собственно, и является двумя ключевыми, на мой взгляд, факторами вот этих событий в Кыргызстане, которые почему-то называют революцией. Но мы с вами понимаем, что в Средней Азии понятие классической революции неприменимо. Ну да, революция – это смена общественной формации. Смена элит в первую очередь, да, смена экономической модели. То есть все, что мы вкладываем в термин революция в хорошем понимании этого слова, в правильном понимании этого слова. Да, в самом деле. Ну вот в Кыргызстане интересно, возвращаясь к клановой борьбе, что три из четырех партий, которые прошли в парламент по результатам выборов, прошедших 4 октября, ну по предварительным подсчетам, связаны с действующим президентом Суаренбаем Женбековым. Собственно, это главная претензия, которую выдвигают протестующие. Да, и собственно говоря, те люди, которые голосовали за эти партии, сейчас в основном и выходят на улицу. Это второй интересный момент. Ну тут же прямая аналогия… А потому что они недовольны результатом, что все равно посчитали неправильно. Потому что местные баи недовольны результатом перераспределения активов. То есть изначально перераспределение активов является ключевым политическим взрывателем, который вкладывается в эту бомбу, чтобы она взорвалась. Ведь согласитесь, но события за сутки меняются в разные стороны. Ну какая это революция? Ну какой-то Майдан, собственно говоря. Но мы же с вами как бы понимаем, что такое Майдан. Нет, безусловно. То, что происходит в Кыргызстане, это не Майдан, конечно же. И там, как вы правильно отметили, он сопровождается массовыми погромами. Кстати, для местного населения это большая проблема. Огромная проблема не только для местного населения, это проблема для инвесторов. Потому что деньги любят тишину. Особенно вот в условиях мирового экономического кризиса. В результате этих событий может произойти так, что часть инвесторов просто покинет. Предпочитая Кыргызстану какую-то более тихую, понятную гавань. Даже среди соседей как бы есть более тихие, понятные гавань. Понимают ли это протестующие? Думаю, нет. Понимают ли это те, кто руководит протестующими? Думаю, да. Потому что освобождается место. То есть, да, вот они не могут выиграть конкуренцию в бизнесе честными методами, да, бизнес-методами. Значит, надо организовать некую социальную напряженность. Потом ее перевести в напряженность политическую и таким образом просто выбить своих конкурентов. Обратите внимание, что практически все мировые СМИ мало времени уделяют этому событию. Казалось бы, да. Если на фоне Белоруссии... Это как раз потому, что это не Майдан. То есть, в нем нет заинтересованных лиц. Да, то есть, нелицензионная копия Майдана, она как бы не находит отклика. И боюсь, что и для протестующих, и для власти нынешней в Киргизии это не закончится хорошо. Это скорее закончится плохо, потому что вот в новом десятилетии одним из ключевых параметров является экономическая модель. А она в Киргизии, ну, оставляет желать лучше. Говоря об экономической модели Кыргызстана и о том, на чем, на каких финансовых потоках собственно сидят там представители власти, кем бы они ни были, следует в первую очередь упомянуть транзит из Китая, из Китайской республики. В Кыргызстане, в Бишкеке есть здоровенный такой базар, Дардой он называется. По нашей аналогии, зрителям мы скажем, что это где-то Одесса, седьмой километр. Примерно так. Или в Харькове Барабашова. Да, Барабашова в Харькове или как бы на Западной Украине вот пункты пропуска, да, там Рава Русская, Мастыйская и так далее. Да, что-то подобное. И там, в общем-то, китайские товары в массовом, значит, порядке сбываются. Только китайские товары, которые потом таким образом заходят в Европу. Плюс редкоземы определенные, да, вокруг которых, как бы, собственно, и идет вся борьба. Вплоть до недавнего времени основным бенефициаром этого, ну, который, понятно, делился со всеми, был начальник таможенной службы. Удивительно, да, то есть, все логично. Это всем неудивительно. То есть, для наших зрителей объясним, что начальник таможенной службы в Кыргызстане, он по своему весу, ну, немногим уступает премьер-министру, если вообще уступает. И он же, собственно, председатель одной из партий. Да, и, собственно, по случайному стечению обстоятельств, как мы понимаем, он председатель одной из партий, да, которая набрала немалое количество голосов на последних парламентских выборах. Поэтому вот это, знаете, клановость, у меня иногда становится такое впечатление, что я смотрю какой-то старый советский фильм про басмачей, знаете, вот эти вот, как басмачские кланы между собой разбираются. То есть, война всех против всех. Естественно, что эта конструкция рухнет, и рухнет очень громко, потому что ни Китаю, ни России, ни всем прочим, невыгодно, чтобы вот оставалась, знаете, какая-то черная дыра на карте Средней Азии. Ну, в принципе, она-то и не очень черная. На самом деле, с того момента, как Кыргызстан начал интегрироваться в структуры ОДКБ сначала, а затем Евразийского экономического союза, там, вот, например, в сельской местности зарплата была до этого 13 долларов средняя. Сейчас, ну, в районе 300 там доходит кое-где. Ну, это путь, который проходили некоторые китайские провинции. В Китае до сих пор есть провинции, где люди работают за 2 доллара в день. Ну, да, нечто подобное. Есть провинции, которые, ну, там, 21 век. То есть, Кыргызстан – это уже не, скажем, самая бедная провинция, если мы возьмем китайскую аналогию, но далеко еще не самая богатая. И самое интересное, что в этом плане до последнего времени соблюдался какой-то определенный баланс в бизнесе. То есть, все иностранные инвесторы более-менее чувствовали себя нормально. Сейчас, после этих событий, я не знаю, как переформатируется этот рынок, особенно, скажем, таможенные пути. Почему? Потому что Китаю сейчас любой ценой надо отстоять свой шелковый путь. А вы же видите, его стараются на всем его протяжении где-то обрезать. Где-то в Белоруссии, где-то в Средней Азии. То есть, Соединенные Штаты Америки прилагают огромные усилия, чтобы Россия отошла в сторону от Союза с Китаем. Поэтому и Европа, по большому счету, заинтересована, которая сейчас будет выводить производство из Азиатско-Тихоокеанского региона. Костекс уже об этом сказал. И не только из Азиатско-Тихоокеанского региона, но и, например, из Восточной Европы. К чему это может привести? Ну, киргизские гастарбайтеры в Европе, мне не кажется, уже сейчас, знаете, чем-то невозможным или нереальным. Ну, знаете, у них есть большой рынок Евразес, Евразийского экономического союза. Но все-таки, возвращаясь к клановым войнам, хотел бы отметить еще один интересный момент. Был освобожден из СИЗО при местной службе безопасности бывший президент Алмазбек Атамбаев. Собственно, президентом он был вплоть до, если я не ошибаюсь, конца 18-го, начала 19-го года. Начало 19-го вроде, да. Что-то такое вот. И после этого его преемник и его ставленник, Соренбай Женбеков, прошу прощения, его же фактически и посадил. Там была громкая история со штурмом дома, в котором он скрывался. Да, у нас это просто мало показывали, потому что в это время у нас шли дискуссии, осядет ли Петр Алексеевич. Ну, это все на самом деле там было очень интересно. И вот сейчас Атамбаева освободили. Атамбаев, в принципе, считался, ну, едва ли не наиболее пророссийским таким политиком в Кыргызстане. И для России, для тех людей, которые рулят этими союзными проектами, он был фигурой предсказуемой, фигурой, которая могла обеспечить гарантии, там, какие-то инвестиции. Да, на таможне, как и все, что-то зарабатывал. Да. Но, тем не менее, как говорится, не сверх меры. Могут ли его снова привести к власти эти протесты? Вы знаете, на данный момент, я думаю, что нет, именно на данный конкретный момент. Но, в принципе, в принципе, да. Почему? Потому что надо создать определенные предпосылки. И сможет ли китайское лобби условное договориться с условным российским лобби, что именно этот человек будет компромиссной фигурой, ответ даст только время. И время, я думаю, не ближайшее. То есть, это не буквально завтра, послезавтра, там, через два дня. Но, в принципе, если мы возьмем ситуацию на постсоветском пространстве, то старые элиты покидают свое место. На них заходят новые, более понятные, скажем так, более современные, но, естественно, компромиссные. Потому что постсоветское пространство – это та территория, на которой стыкаются интересы слишком многих мировых геополитических игроков. Вот сейчас еще Британия выходит, да. Там и так было тесновато, все терлись как бы боками друг от друга. Сейчас еще выйдет Британия. Как это поменяет вот расклад? Потому что это традиционно та территория, как и Кавказ, где Британия очень сильно играла. Очень сильно играла. Ну, в Центральную Азию британцам зайти будет сложно сейчас. И, судя по тому мониторингу, который я регулярно провожу, вот там американцы пытаются робко туда вернуться, очень робко. Я думаю, их британцы поменяют. Ну, не получается. Британцы тоже тяжело. Американцы будут традиционно отходить. Уже же, как бы, Трамп заявил о том, что мы до конца года планируем все-таки вывести большую часть контингента из Афганистана. Мы же понимаем, святое место пустое не бывает. Пускать туда просто Китай не будут. То есть, скорее всего, по логике вещей, туда должна заходить британская империя, которая играла последние три столетия. Как она играла, это второй вопрос. Там было очень интересно, что Афганистан очень сильно отличается от того региона, который мы называем Центральной Азией. То есть, пять постсоветских республик. И поэтому влияние в Афганистане не означает автоматическое влияние в Центральной Азии. А вообще не означает, то есть, это мост. Афганистан это традиционно был мостом. Он или работал, или взрывался в зависимости от ситуации. То есть, это мост в Среднюю Азию, и мост со Средней Азии, туда, в сторону Пакистана и Индии. Корона в Южную Азию. Да, это коронавирусная Азия. Мы же понимаем, что Индия сейчас будет очень сильно подниматься в экономическом плане. Индию хотят сделать, знаете, таким, противопоставить ее Китаю. Антикитай Индию сделать, в первую очередь в экономической сфере. Если мы возьмем карту, посмотрим, да, география – это судьба, как говорил Наполеон. Да, как раз мы в прошлой передаче об этом общались с Дмитрием Джангеровым. Да, да, то есть, география – это судьба. Поэтому мы выходим Индия, да, Афганистан, Средняя Азия, и поехали, поехали, поехали. Поэтому посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но в любом случае, я думаю, Среднюю Азию ждет кардинальное переформатирование. Единственным более-менее островком стабильности пока остается Казахстан. Ну да. Потому что Назарбаев, он действительно вошел в историю, он вовремя ушел, он почувствовал это. Ну, а перспектива стабилизации в Кыргызстане, вот в завершение задам такой вопрос, сколько месяцев это может продлиться? Или там достаточно быстро ситуация стабилизируется, как было в прошлой разе? Месяц, ну, два максимума. Там, понимаете, там не та повестка дня для того, чтобы вот делать то, что… Да, качай, как вот происходит, да, в Белоруссии. Ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Там не та ситуация. Ну что ж, будем следить за развитием обстановки. Спасибо вам за беседу, Руслан. Большое спасибо, Даниил, за беседу. Приглашайте. До свидания. Обязательно. Со мной в студии был Руслан Безяев, политический аналитик. Тем временем, 6 октября в Брюсселе состоялся 22-й саммит Украины-ЕС, в котором приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель от имени президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен. По окончании саммита участники выступили с совместным заявлением, которое опубликовано на сайте Евросовета и Офиса президента. Говоря о том, чему он был посвящен, следует держать в уме три ключевые темы, которые красными нитями проходят сквозь все отношения по линии Украина-ЕС. Эти темы – желание Украины получить новые кредиты от Евросоюза, желание Евросоюза получать все больший контроль над органами госуправления, включая правоохранительную и судебную вертикаль в Украине, и желание Украины расширить квоты на экспорт своих товаров в Евросоюз. Совместные заявления, сделанные по итогам саммита, содержали много дипломатической мишуры. В частности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, представлявший Еврокомиссию на саммите, заявил Владимиру Зеленскому, цитата, «В борьбе с коррупцией вы продемонстрировали важные достижения. То, что вы сделали с начала вашей каденции, является впечатляющим». В свою очередь, согласно заявлению украинского президента, наш разговор сегодня был основательным, дружественным, очень теплым и открытым. По итогам мероприятия было также заявлено о признании европейских устремлений Украины, поддержке в борьбе с дезинформационными кампаниями и сохранении безвизового режима. Да-да, уважаемые зрители, не вам одним эти заявления кажутся пустопорожним трепом ни о чем. На самом деле, так оно и есть. А что же по сути трех главных вопросов, о которых мы говорили выше? А по сути, вот что. Владимир Зеленский заверил европейских партнеров, что РАДО примет законопроект номер 3711 о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного суда и органов судейского управления. Согласно законопроекту, к отбору судей должны быть допущены иностранцы, в том числе и из ЕС. Его принятие является условием предоставления кредита МВФ. Что же касается кредитов от самого Евросоюза, то здесь, кроме обещаний продолжать сотрудничество, ничего конкретного достичь не удалось. Но, как мы знаем, обещать не значит жениться. Особенно актуально эта фраза звучит в отношении обещанных ЕС кредитов после сделанного на прошлой неделе заявления главы дипломатии ЕС Жузепа Борреля о том, что Евросоюз не банкомат. Цитируем его. Как я уже сказал президенту Украины, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом. Лучший способ поддержать Украину для нас – это помочь в реформировании страны. Но только украинцы собственноручно могут воплотить эти реформы. Иными словами, классическое «денег нет, но вы держитесь на европейский манер». Что же доклад на экспорт украинских товаров в ЕС? По итогам мероприятия было достигнуто принципиальное согласие Евросоюза на обновление соглашения об ассоциации с Украиной. Сферы для этого выбраны следующие. Цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата согласно политике Green Deal, программа Европейской комиссии по переходу к климатически нейтральной Европе до 2050 года, а также финансовое сотрудничество. В переводе с дипломатического языка это означает, что квоты расширять не будут, а в кабальное соглашение об ассоциации согласны вносить только либеральные байки об изменении климата и соответствующие новые обязательства Украины. Интересно будет взглянуть на отзывы украинских автомобилистов, когда под предлогом долгожданной коррекции соглашения об ассоциации с ЕС им навяжут какой-нибудь очередной зеленый налог. Впрочем, видели глаза, за кого голосовали. Ну а в США продолжается избирательная кампания. На прошлой неделе в ней не обошлось без сюрпризов. Так, 2 октября стало известно о том, что Дональд Трамп болен коронавирусом. COVID-19 также подтвердили у первой леди США Мелании Трамп. Ранее коронавирусную инфекцию выявили у советницы президента. Это событие предопределило ход всей недели избирательной гонки. Оппоненты Трампа из демократического лагеря сразу же начали распространять в сети мемы, предлагающие американскому лидеру пить отбеливатель, как он сам ранее якобы советовал избирателям для борьбы с инфекционным заболеванием. Некоторые аналитики успели назвать болезнь главы Белого дома черным лебедем, способным переломить ход избирательной кампании, ведь американцы крайне неохотно голосуют за больных кандидатов. И если до заражения Трампа Байден с его оговорками, трактуемыми как симптомы старческого маразма, выглядел более больным, то выявленный у действующего президента COVID изменил эту ситуацию. В сложившихся обстоятельствах вирус прогнозируемо стал главной темой дебатов, предполагаемых вице-президентов Камилы Харрис и Майкла Пенса. Вот что пишут об этом журналисты The New York Times, Александр Бернс и Джонатан Мартин. Цитата. Госпожа Харрис, демократ из Калифорнии, которая является кандидатом в вице-президенты Джозефа Байдена, выступила с полным осуждением политики администрации Трампа, начиная от экономики и изменения климата до регулирования здравоохранения и налогов. На здравоохранении при этом был сделан особый упор. Тему здравоохранения продолжал качать и сам кандидат от демократов Джо Байден. В частности, он заявил, что без промедления возьмет под контроль ситуацию с COVID-19, а именно введет на практике требования о ношении защитных масок. Также кандидат пообещал избирателям постоянное, надежное и бесплатное тестирование на коронавирус и ускорение разработки вакцин. В штабе Трампа вполне прогнозируемо стараются не прерывать кампанию. После своего заражения он пообещал в течение недели вернуться к проведению предвыборных мероприятий и 12 сентября явиться на вторые президентские дебаты. Джо Байден уже заявил, что он готов принять в них участие, если доктора сочтут это безопасным. Вполне прогнозируемо в демократических пабликах и СМИ сейчас разгоняется тезис о том, что заболевание Трампа было фейковым. Конечно же, это чушь. На самом деле советники действующего президента просто делают то, что и должны, а именно спасают его кампанию, которая, несмотря на коронавирус и все усилия демократов, идет отнюдь неплохо. Подробнее об избирательной кампании в Соединенных Штатах побеседуем с политологом-международником Юлией Осмоловской. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Как вам прошедшие дебаты и новости о болезни Трампа? Дебаты я имею в виду вице-президентов Пенс Харрис. В принципе, ожидаемо. Ожидаемо, что они были более интеллектуальны, более цивилизованы, более динамичны, если хотите. Хотя по содержанию разные эксперты, разные аналитики это комментируют тоже по-разному. То есть кто-то говорит, что был достаточно глубокий уровень дискуссии, кто-то говорит, что это был относительно поверхностный. Но мы всегда, когда смотрим на дебаты, мы же отвечаем себе на вопрос, насколько это может поменять статус-кво и предпочтение избирателей. Так вот, распространенная позиция такая, что дебаты в принципе не влияют существенно на изменение предпочтений избирателей. Есть костяк избирателей Трампа, есть костяк избирателей демократов скорее, не персонально Байдена. И он существенно не поменялся. И в том числе после дебатов вице-президентов. Ну есть вопросы, наверное, по вот этим колеблющимся штатам, фиолетовым, как они называются в американской традиции. Но тем не менее, новость о болезни Трампа всковыхнула американское информационное пространство. И мы все знаем, что американцы не любят голосовать за больных президентов. Если раньше больным в этой двойке выглядел Байден, и собственно дебаты вице-президентов, вот в ходе этих дебатов Камила Харрис воспринималась как потенциальный будущий президент. Потому что понятно, что Трамп, если будет избран, доживет до конца срока и скорее всего доживет в добром здравии. А вот если будет избран Байден, нет никакой гарантии, что он просто там не сойдет с ума, не ударится в старческий маразм, пардон, или другие какие-то болезни. И поэтому на Камилу Харрис смотрели как на потенциального преемника. Ну все-таки вот этот фактор болезни, как он влияет на американские предпочтения электората? Даже если мы смотрим на фактор болезни, имеет смысл смотреть на контекст и визуальное восприятие этого фактора болезни. Я сейчас как раз отношу нас к ситуации непосредственно дебатов между президентами, где Трамп уже был болен, ковид, судя по всему, потому что он сдавал анализы уже до этого. И были предварительные информации, то есть он был уже в состоянии этой болезни. Но тем не менее, в самой самоподаче, в энергичности, в манере представления себя самого Трампа выглядел далеко, не в худшем состоянии здоровья. Если смотреть на президентов и задавать вопрос, кто из них, как вы думаете, болен ковид, я думаю, большинство зрителей, которые не знают реальную ситуацию, наверное, бы сказали, что это Байден. А, даже вот так. Да, здесь хочу еще добавить, уместно параллели с историческими дебатами Кеннеди и Никсона. И Никсон как раз выходил из пневмонии и вышел на эти дебаты в немножко таком подкошенном состоянии здоровья. И это проявлялось на нем. Он и потел, он вытирал платком под солба. У него была легкая дышка, которая читалась под сознанием избирателей, как то, что этот президент болен. У Трампа этого впечатления не было. Ну и в итоге Кеннеди победил. По голосованию тех, кто смотрел, да, победил Кеннеди. Но те, кто слушал эти дебаты по радио, отдали предпочтение Никсону. Вот как интересно. А в самих выборах все-таки Кеннеди. Да, но здесь имеется в виду, что именно очень важно визуальное восприятие президента. То есть наше подсознание получает этот сигнал, болен человек или не болен. А если вы говорите о Байдене как о транзитном президенте, действительно, он даже сам это не исключает и признает, и дает понимать, откуда у нас идет вот это вот прочтение связки Байден-Харрис, как она, как возможный действующий президент или исполняющий обязанности президента. Как приемник практически. Да, да. Именно потому что есть много неоднозначностей вокруг партии демократов на этих выборах. Прежде всего, это лояльность самому Байдену внутри партии. Есть определенные кружки по интересам, если хотите. И формируется плеяда молодых демократов, которые как раз и будут играть определяющую роль больше в партии, демократической партии. Вы имеете в виду вот этих социал-демократов? Да, да. Более радикальное левое крыло и вплоть до того, что некоторые американские аналитики не исключают раскола внутри партии на каком-то этапе и выделение другой силы политической, более крайнего левого толка, которая может нарушить вот эту устоявшуюся традиционную конфигурацию двупартийной системы. На самом деле, это было бы очень интересно. И вот на этой неделе Байден также заявил о том, что он стремится сшивать Америку. Это такие знакомые для жителей Украины слова. Практически каждый президент то же самое говорит об Украине. Но на деле этого не происходит. А в Америке сейчас присутствует серьезный раскол между представителями продемократических и республиканских сил. Получается в обществе такая латентная гражданская война, как некоторые даже говорят. И в городах, которые контролируют демократы, фактически протесты продолжаются. Стоит ли в связи с этим ожидать какого-то обострения после выборов? Возможно, одна из сторон не признает их результат. Вот еще пару месяцев назад мы активно все это обсуждали. Сейчас как-то эти дискуссии стихли. СМИ не говорят о протестах в Штатах. Но, тем не менее, они продолжаются. Да, вы правы. Абсолютно поляризация американского общества сейчас достигла, может быть, своего апогея. Если мы смотрим респективно на то, что происходило раньше, что происходит сейчас. То, что протесты могут иметь ту или иную форму после объявления результата выборов, это ожидаемо. Как также ожидаемо и то, что побежденный, независимо от того, будет это Байден или Трамп, тоже будет ставить под вопрос результаты выборов. И хотя на сегодняшний день Байден четко заявил, что он не будет оспаривать результаты выборов, никто не может дать на самом деле гарантии, будет демократическая партия действовать таким образом или нет. Поскольку среди советников Байдена есть люди, которые придерживаются позиции, что не стоит торопиться, так как это сделала Хиллари Клинтон, сразу признавать свое поражение в выборах. Тем более, что на этих выборах возникает такой достаточно большой фактор неопределенности, связанный с голосованием по почте. То, что имеет свои определенные слабые уязвимые стороны, которые могут позволить несогласному кандидату, побежденному, ставить под сомнение результативность выборов. Это голосование по почте очень активно критиковал Дональд Трамп и фактически он заявлял, что если будет проводиться голосование по почте, то он не признает итогов в случае своего поражения. Это серьезная такая заявка, уже, как говорится, не на победу, но, возможно, на какую-то конфронтацию. Да, и здесь Трамп, мы видим, несколько готовился минимизировать эти риски. Каким образом был заменен глава Американской почты Трампом, был поставлен человек, который, по мнению Трампа, может быть, если не лояльным, то более нейтральным или там незангажированным. Но насколько это сможет действительно минимизировать эти риски, страховать их, это еще вопрос открытый. Но вернемся вот к самому подходу и настроенности кандидатов на результаты, в том числе с фактором голосования по почте. Если Трамп открыто говорил о том, вернее, не открыто говорил о том, он, наоборот, намеренно уходит сейчас от публичной четкой позиции, будет ли у нас паривать результаты выборов. Байден во всеуслышание заявил, что он эти выборы признает. Но, повторяюсь, опять-таки, здесь до сих пор вопрос остается открытым. Достаточно большое количество американских обозревателей, аналитиков считают, что не исключено, что оба сценария будут работать. При любом поражении кандидата одного из них они будут оспаривать результаты выборов, как демократы, так и республиканцы. В подтверждение этого напомню, что Байден заявлял о готовности признать итоги выборов еще в тот период, когда по рейтингу он превосходил Дональда Трампа как минимум на 9%. Сейчас, вот на прошлой неделе я смотрел свежие рейтинги и говорили о том, что всего лишь на 2% отстает Трамп от Байдена. На этой неделе вы привели свежие цифры, может быть, озвучите их, будет интересно зрителям. Да, я могу сказать, те, которые я посмотрела сегодня, они приводятся как раз агентством Fox News, 46% в пользу Трампа, 56% в пользу Байдена. Однако, давайте смотреть на любые предварительные опросы с достаточной долей критики. Почему? Потому что сама система формулирования этих опросов, проведения таких опросов, она имеет определенные ущербности, которые позволяют искажать реальную картину происходящего. К этому добавляется нежелание отдельных избирателей говорить непосредственно о том, за кого они собираются голосовать. И это было очень четко продемонстрировано результатами предыдущих выборов, когда полагались в основном на вот эти вот опросы, полагались на то, что Трамп пасет задних. И если вы сейчас посмотрите, много аналитики связаны с прогнозами выборов, то несмотря на то, что некоторые букмекерские конторы предлагают делать ставки как раз в пользу Байдена, то отдельные аналитики призывают быть очень осторожными, потому что Трамп, как и в первом случае в 2016 году, так и в 2020 году, может пройти по знакомому ему сценарию, когда никто в его победу не верит, и на выходе Трамп оказывается победителем. Судя по всему, вот этот опрос был не альтернативным. То есть 46 на 56 получается больше 100. Значит, наверное, спрашивали о каждом по отдельности. Да, там была градация в этом вопросе еще по конкретным вопросам, которые для американцев имеют приоритетное значение и могут определять их избирательские предпочтения на выборах. Ну, например, проблема ковид, на втором месте экономическое благосостояние, на третьем ситуация с охраной здоровья, со здравоохранением, на четвертом месте это проблема расовой дискриминации. И по каждому из вопросов спрашивали понимание того, кто, по мнению избирателя, лучше из кандидатов демонстрирует свою решимость. И вот суммарно агрегированный такой показатель, он и дал вот это вот разбой в результатах. Любопытно. Но интересно еще то, что Fox News это, в общем-то, канал, который поддерживает Трампа всячески. Это фактически единственный его оплот в таком ультралиберальном американском общественно-политическом дискурсе. Да, но это говорит еще раз о чем? О том, что, во-первых, команде Трампа, они не боятся вот этого вот разночтения в предпочтениях избирателей по опросам предварительным. Они понимают, что это не может быть репрезентативным. И здесь уместно, наверное, еще вспомнить тот трюк, который сыграла судьба с госпожой Клинтон, когда они разыгрывали фактор пренебрежительного отношения Трампа к женщинам, сексистские высказывания и так далее. Расчет был на то, что группа домохозяек или женщин за 40 одиноких, которые сами ведут там хозяйство, свою семью, проголосуют однозначно за Клинтон. Так вот, ирония ситуации была в том, что как раз эта группа проголосовала за Трампа. А потому что мужчина импозантный, наверное, понравился им. Здесь чуть-чуть глубже, потому что наше подсознание выбирает, прежде всего мы же выбираем инстинктами и эмоциональным разумом, с точки зрения того, способен этот человек быть лидером, обеспечить нам безопасность и вознаграждение, то есть экономическое благополучие. Трамп в этом плане считывался намного лучше и даже на том сегменте, на который рассчитывала Клинтон. Есть еще такой интересный момент, что перед выборами в ближайшей перспективе может быть выложен какой-то интересный компромат. На Байдена в частности, в частности и по украинскому вопросу, и по другим делам. Как вы думаете, что это может быть и выложит ли его Дональд Трамп? Возможно, в ходе следующего тура дебатов. Да, знаете, здесь действительно есть определенные ожидания уже, так сказать, у монстров политической технологии. Все ждут, когда же вот этот козырь, этот Джокер Трамп выбросит. Технологический расчет построен на том, что чем позже к дате голосования этот компромат появится, тем лучше, потому что у лагеря Байдена тогда не будет времени опровергнуть или нейтрализовать эту токсичную информацию. Но желательно не позже недели тоже, чтобы успела расходиться. Действительно, да, впритык. И поэтому, естественно, все ожидают, что что-то такое Трамп должен был припасти. Однако, будет это или нет, на сегодняшний день достаточно сложно сказать. Я не буду здесь играть в спекуляции и предполагать, тем более, что это может быть. Понятно, что Трамп продолжает раскручивать линию нечистоплотности Байдена как политика. И здесь не только все сводится к Украине. Тут еще и кейсы с получением определенных сумм от китайских благотворительных фондов. Сомнительная активность семейства Байдена в том направлении. То есть мы видим, что Трамп старается брать разные кейсы, которые так или иначе дискредитируют чистоплотность Байдена как политика. Без привязки к какой-то конкретной географической локации. Китайская тема очень активно звучит в американской избирательной кампании. И мы знаем, что в принципе американские демократы склонны к сотрудничеству с таким крылом китайской компартии, которая называется комсомольцы. Ну или комсомол у них там отдельная организация в Китае. Собственно, вот сейчас эти все козыри сотрудничества Байдена с китайцами Трамп выбрасывает потихонечку. А вот если пофантазировать, что будет с американо-китайскими отношениями, если победит Байден? Это интересный момент. И здесь можно даже не фантазировать, а с определенной долей вероятности строить прогнозы и ожидания. Если мы возьмем республиканцев и демократов с точки зрения того, кого они больше демонизируют как внешнего врага, то рассматриваются двое игроков. Это и Россия, и Китай. Но приоритетность их как врагов для Америки у республиканцев и демократов разная. Так вот, для демократов Россия враг номер один. Соответственно, Китай это те, с кем можно прагматично дружить. Если сложно применить слово термин «дружить». Вот такое продолжение политики Киссинджера. Да. То для республиканцев тут как раз обратная система приоритетности. Китай враг номер один, а Россия это центр силы, на который стоит полагаться и какие-то вопросы решать вообще. Ну то есть, получается, если победит Байден, будет активизация отношений с Китаем и активизация каких-то действий против России. Да, да. Ну что ж, спасибо вам за беседу. Спасибо. Со мной в студии была Юлия Осмоловская, политолог-международник. Тревожный сигнал для Хуаниты, ой, то есть Светланы Тихановской. Швейцария, ранее признавшая Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы, наладила диалог с действующими властями Каракаса и, в частности, реальным, а не самозванным президентом Николасом Мадуро. 7 сентября Николас Мадуро получил верительные грамоты нового посла Швейцарии Юрга Шпрехера, что в Каракасе расценили в качестве признания страной легитимности правительства действующего лидера Венесуэлы, сообщает издание «Эль Периодико». Шпрехер вручил верительные грамоты Мадуро в официальной резиденции президента во дворце Мира Флорес, где дипломата ранее принял министр иностранных дел Хорхе Ариаса. Как отмечает издание, венесуэльцы могли наблюдать за церемонией по национальному телевидению. Как сказано в заявлении Министерства связи и информации Венесуэлы, цитата, «Во вторник правительство Швейцарской конфедерации ратифицировало свое признание администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро, направив нового посла. Тот самый неловкий момент, когда ставка на американскую марионетку не сыграла и приходится восстанавливать контакты с всенародно избранным президентом. С высокой долей вероятности можно ожидать, что через год-другой мы сможем наблюдать аналогичное обращение западных политиков к Александру Лукашенко или его преемнику, как ни в чем не бывало. Потому что цветные революции цветными революциями, но торговать-то хочется. Так что советуем Светлане Тихановской не особо упиваться вниманием глав европейских держав. Слава самозванного главы государства скоротечна. Уже Дмитрии во все времена были лишь разменными монетами. А на этом наша передача подошла к концу. С вами был Даниил Богатырев. До новых встреч на канале КРТ. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!